начинать так если меня не слышно мне нужно об этом будет сказать что так соответственно у нас проект по алгебре такой даже немножко комбинаторная алгебра вот мы соответственно втроем представляем его значит мы живем соответственно можно приходить пытаться там так значит ну чего соответственно начнем с определение просто значит композиция многочленов какой ну я спец ну значит мы вчера обсуждали как должна быть выглядеть презентация и поняли что нужно напихать мемов потому что тем более вечер все уставшие нужно же чтобы школьники пришли они же любят мемчиком тянусь ну кстати да я не умею это делать в этом зале я последний раз это делал лет 15 назад возможно где то наверх я не умею в общем я сделал а плохо видно да может не смогу сделать так при этом у меня не весь экран ну ладно часть слух съелась так ну хорошо давайте значит видимо все теперь можно будет читать на всех слайдах так значит ну композиция многочленов это когда мы подставляем один многочлен другой в качестве аргумента соответственно ну после того как мы раскроем все скобки возведем все степени значит у нас получится многочлен ну степень его будет равна произведению степеней композируемых многочленов так ну и соответственно я нет ну ну да значит не замкнут и ни на что провод ну там клеи есть какие-то да по-моему там да вот можно туда я не знаю там скни что-нибудь и посмотри ну если что задержимся на пять минут на случай конца света так ну соответственно там какие коэффициенты у получившихся с иногашнена в общем-то довольно сложно значит описать там в принципе он пишется значит как бы это как коэффициенты соответствующего многочлена ну в общем-то все выписывается но исследовать довольно трудно вот но давайте значит с какую-нибудь мотивацию так сейчас вот начнется ну ага я соответственно значит сейчас сейчас вам ящик покажет значит югнерусы решали олимпиаду значит смотрите значит была такая старая олимпиадная задача значит про коммутирующую многочлены коммутирующую многочлены это такие соответственно пары, как там написано пары многочленов такие что F от G равняется g от f ну в общем-то этот проект был мотивирован этой задачей она решена в целом давно но у нее есть конечно много продолжений и обобщений что за задача на союзной олимпиаде предлагали найти довольно много примеров таких пар многочленов но там соответственно у вас в листочках напечатано что-то многочлены Чепышлова там в качестве примера или значит xn в композиции с xn будет то же самое что xn в композиции с xn ну и x степень mn просто получается вот соответственно есть задача классификации всех таких пар она в общем-то уже решена и у нее там есть понятная куча обобщений тем не менее значит что и и они вот еще еще не решили пока что соответственно но в какой-то момент значит я принес жюри летняя конференция значит проект на 150 вспомогательных задач с полным решением вот этой вот задачи ну они посмотрели и сказали что школьники умрут значит и предложили сделать проектный сериал значит соответственно ну проект было решено разбить на три теоремы рита значит по фамилии человек который это решил соответственно ну значит что мы будем значит делать в этом проекте в этом году значит есть такая задача ну соответственно значит естественно для этой задачи изучать вопрос того какие многочлены можно разложить в композицию двух меньших многочленов меньше значит в меньшей степени вот ну вот например в прошлом году на летней конференции Кожевников, Козлов и может еще кто-то я не смотрел значит представляли такую задачу ну одна из их задач была такая значит что если взять сумму степеней с нулевой по ренту то он не представим в виде композиции в меньшем степени вот так ну давайте какие-нибудь красивые факты красивый факт номер 1 это но клемма красивый факт номер 2 но глемма значит он состоит в следующем что если вы разложили многочлен два раза в композицию двух других то его можно представить то на самом деле можно значит сделать еще одно разложение более такое точное значит но для имеет там можно предъявить такой многочлен c что у меня допустим есть у от b от s значит тогда существует такой многочлен c и соответственно r что значит в но клемме значит что степень c это не меньше вообще кратная степеней а и b а в но клемме соответственно чтобы еще чтобы наоборот значит наибольший общий делитель сейчас у нас по сути нод лево от нод лево отличается типа перестановка этих двух многочленов потому что в но время у нас больше 70 справа в грузине а нод слева нет ну они не понимают где перестановка этих многочленов они сами переставляют нет вы не поняли я имею ввиду внутренние многочлены которые я подставляю в качестве аргумента внешне понятно но внешне тоже симметрично все получается потому что значит потому что тогда степень r если у нас степень c 2 будет нода степеней по ипу я думаю это простой теоретик числовой партнер у нас только произведение степеней в общем так вот теоретики соотношения получается вот так ну но клемма в общем-то задача такая решаемая совершенно элементарно хотя там несколько пунктов в общем ее пришлось разбивать много пунктов значит и ее поставили со звездочкой надо сказать вот какого-то простого решения я не знаю может вы мне расскажете значит мы обязательно запишем статью опубликуем у вас автор возьмем значит так ну соответственно вот так вот так соответственно ну первая теорема Рита которой мы собственно посвятили проект состоит следующим что если у нас есть два разложения многочленов композицию далее неразложимых многочленов ну сейчас давайте комментарий что такое разложение вот я разложил P от X как F от G со степенями меньше но потом понятно я могу разложить F в композицию наверное а может и не могу вообще это редко когда могу многочленов разложить композицию допустим могу у нас там будет куча примеров когда это можно G могу разложить результаты могу как-то разложить допустим ну вот как-то разложилось оно но всегда можно разложить на тождец а вот я хочу чтобы с меньшими степенями было а ну со степенями большими единиц извините когда длинное разложение я хочу степень больше единицы когда меньшей степени понятно там все можно кучу единиц ну так X композиция Sf это просто да тут хорошо вопрос а зачем у нас улучшение пациенты какие хотите рациональные ищественные комплексные целые тоже все есть сейчас я еще не сдал утверждение есть вообще довольно свежее обобщение на конечном поляне ну есть по 2008 году есть есть ну я знаю это обобщение если ну там если степени не делится на п на просто число п не важно сейчас у нас мы живем нет я не знаю может быть современные школьники уже живут в конечных полях я уже опасаюсь вдруг мне сейчас придется менять тему проекта на какой-то не знаю ладно значит так ну ладно вот допустим у меня есть два различных разложения длинных так я у меня сразу опечатка я переправлял значит степени аитых и заджитых больше единиц вот это вот гаитые и ажитые это значит опечатка потому что я переделал для слайдов так ну думаю понятно так но значит утверждения такие так видно не очень значит во-первых давайте покажу значит что во-первых n и m одинаковые то есть длинные разложения на самом деле получаются одинаковые как не раскладывают длинные разложения в такие примитивные далее не разложимые многочьем а потом еще можно сказать что наборы степеней вот этих вот ашек и зеток значит получаются друг из друга перестановкой то есть в общем это мне вчера значит советовали значит вам говорить сказать что мультимножество одинаковое вот вы меня сегодня убедили что видимо все вы взрослые уже надо говорить такое вот значит надо будет писать матрицы так тут я соответственно тут опять опечатка ну в общем думаю понятно значит и третий пункт что существует последствия промежуточных разложений значит если так напишем значит если так ну значит тут условность то что их 26 получается у меня на самом деле конечно может быть довольно длинная значит такая что значит любые два соседей значит промежуточные все это там разложение п значит такая что значит все промежуточные отличаются только это пары соседствующих многочленов то есть у меня вот здесь в качестве примера возьму вот такие пары соседствующих многочленов это значит что b1 c1 b4 c4 bnc вот а вот эти вот а вот эти две пары различаются но как различаются степень b2 равняется степени c3 степень c2 равняется степени b3 ну вот еще и в степени взаимно простых то есть в этом случае можно то есть как бы перестановки степеней получается по взаимно простым таким степенем вот в частности так ну и на самом деле там в конце должен получаться не совсем z а z с крышкой z отличается от z z отличается от z просто линейной заменой у меня там соответственно вот так я могу много знаете тоже вам не совсем соседние многочленные местами сейчас сейчас сделаю комментарий давайте какое может быть продолжение последующие годы у этого проекта сейчас какой-то вопрос еще был это да совсем достаточно слабо условия потому что оставляем информацию только степенья не понимаю значит что значит достаточно слабое условие что значит оставляем только дефолмацию степенья вот так вот так и вот есть перестановки что не так а сейчас скажу какая она это называется вторая теория варита вот значит существует третья варита значит нет на самом деле для того чтобы исследовать этот случай там отдельно ритт доказал так называемый вторую теорию ритта это уже мемное название настоявшимся значит и сейчас скажу что там с этим B3 C23 происходит ладно смотрите значит на самом деле вот про вот эту перестановку степеней значит ну в общем была задача решить такое уравнение многочленных иногда называют диафантовое уравнение многочленных типа когда у нас есть двойное разложение значит сейчас я напишу значит у нас соответственно G а тут написано да G в композиции СА равно G в композиции СА равно А в композиции СБ значит степени вот у таких одинаковые и еще степени G и А взаимопростые ну то есть то что мы получили то есть то что мы получили в соответственно первой теории меморита вот какие до каких многочленов это верно но оказывается что на самом деле там немножко сложно написано давайте я скажу по простому значит что значит мы можем в качестве G H А и В оказывается брать один из двух случаев либо у нас G это вот это А это X вентой да X вентой значит H это соответственно X вентой и так давайте тут и B это соответственно что там у меня написано X вентой сейчас а нет вот так как будто вот так вот значит это один пример такого двойного разложения и второй пример значит ну второй пример это называется нужно взять обобщенный многочлен Диксона значит это вот что такое это ну давайте даже вот так значит можно взять вот такой многочлен что если поставить в него X плюс 1 то он равен X вентой плюс 1 делить X вентой ну это сейчас ну в общем это у нас тоже будет такое упражнение что такое существует ну и значит там соответственно с ним есть двойные разложения которые ну там есть его обобщение собственно использовано давайте я здесь напишу т и т n от x плюс а x вентой плюс а вентой делить на x вентой то есть для n и a существует любой n и a существует такой многочлен n натуральное а вещество значит тогда там соответственно можно прокомпозировать ну в общем короче говоря там соответственно используем обобщение вот такого раз что dmd от dmd равно dmd то есть ну вот там какое-то соотношение обобщающее пишется только там соответственно ашечка меняется вот давайте я не буду подробно расписывать вот ну в общем вот да чему все эти t n и n написаны это типа линейные замены вот вы знаете что такое замена ну это замена по линейной функции так ну и третья теорема Рита соответственно значит коммутирующие многочлены это значит так мы говорили что такое так вот коммутируют между собой степени значит многократные композиты с одной и той же функцией с самой собой многочлены чебышова это у нас будет задача первая по моему в нашем проекте ну и различные их линейные замены то есть это нужно заменить на аргумент на линейную функцию а значит значение функции на обратную этой линейной функции вот это если коротко это я могу пояснить что это значит если интересно сейчас просто сопрягаем сопрягаем да 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 много можно много слов сказать да вот значит у нас будет слово сопряжение так ну вот значит все что говорит что говорит а а круто вот так ну соответственно вот такой у нас проект значит у нас наверное некоторое отличие будет в том что у нас два промежуточных финиша потому что мы подумали поняли что значит такие основные задачи мы можем сразу сформулировать потом значит мы подумали ну в общем и у нас заготовлены какие-то подсказки но там снова задача со звездочкой и для нее мы тоже сформулировать ну в общем так то есть наверное можно просто это все сделать вот можете подумать что-то вот как-то у нас не очень получилось но мы там немножечко с высшей математикой похимичили значит все в общем как бы если вам значит будем вам все разжевывать если надо но в общем как бы там содержательные задачи тем не менее тоже вот так все